Рассмотрим задачу 3.110. Два длинных прямых провода с одинаковым радиусом сечения А расположены в воздухе параллельно друг к другу и расстояние между их остями равно b. Найти взаимную емкость проводов на единицу их длины при условии, что b много больше а. По формуле заряда мы знаем, что он равен емкость, умноженной на разность потенциалов. Отсюда выражаем c и видим, что это равно q делить на Δφ. Это соотношение нам и нужно найти. Для решения задачи воспользуемся теоремой Гауссом. Напомню, что она звучит так. Поток вектор напряженности электрического поля через любую произвольную выбранную замкнутую поверхность пропорционален заключенному внутри этой поверхности электрическому заряду. Рассмотрим подробнее левую часть этого выражения. И видим, что поток вектор напряженности равен потоку через боковую поверхность и двойному потоку через основание. Двойному, потому что у цилиндра у нас есть два основания, верхняя и нижняя. Эта часть уравнения у нас будет равна нулю, так как на рисунке видно, что на основании вектор напряженности перпендикулярен элементарной площади. Соответственно, их скалярное произведение будет равно нулю. Распишем левую часть уравнения как сигма, поверхностное напряжение, делённое на ε0 и умноженное на площадь части цилиндра, которая расположена рядом с коаксиальным, имеющим высоту h и радиус r. Площадь этого цилиндра будет равняться 2πA умноженной на h, а площадь боковой поверхности 2πR умноженной на h и умноженной на напряженность. Отсюда выразим напряженность нашего левого повода, и она будет равняться сигма А, делённой на ε0r. Помимо левого провода, напряжённость также создаёт и правый провод, но в отличие от левого, он создаёт напряжённость на расстоянии не r, а v минус r. Это происходит из-за того, что они должны иметь некую общую точку P, которую мы обозначим вот здесь, и радиус этого цилиндра будет b минус r. Запишем напряжённость правого провода как σA, делённой на ε0b-r. Напряжённость общая у нас будет равняться сумме левой и правой части, и будет равняться σA, делённой на ε0, единицей, делённой на r, плюс единицей, делённой на b минус r. По формуле связи напряжённости потенциала мы знаем, что она равна минус dφ, делённой на dr. Отсюда выразим модуль dφ, и он будет равен e, умноженной на dr. Вследствие чего φ равно интегралу e, dr. Записывая наш потенциал и подставляя нашу напряжённость, которую мы только что нашли, получаем σA, делённой на ε0. Долевое интеграл единицей, делённой на r, плюс единицей, делённой на b минус r, dr, плюс некая константа. Если же мы записываем δφ и подставляя пределы интегрирования, то получаем логарифм r, это мы сразу проинтегрировали в пределах от a до b минуса, минус логарифм b минус r, также в пределах от a до b минуса. Пределы b минуса и a у нас таковы, потому что поле создаётся только между нашими проводами, то есть внутри их нету, и это расстояние будет изменяться от a до b минуса. Продолжим вычисление и заметим, что δφ у нас будет равно σA, делённой на ε0, логарифм b минус a, делённый на a, минус логарифм a, делённый на b минус a. По формулу разности логарифмов запишем это выражение так, что σA, ε0, логарифм b минус a, делённый на a, и всё это в квадрате. Вследствие чего разность потенциала будет равняться 2 σA, делённый на ε0, логарифм b минус a, делённый на a. 2 появился нас оттуда, что мы вынесли от логарифма степень вперёд. Мы нашли δφ и подставим его в формулу ёмкости. Получим qe0, 2 σA, логарифм b минус a, делённый на a. σ – это поверхностное напряжение, равна на q, делённый на s. Тоже подставим это. Будет q ε0, 2 qA, lm, b минус a, делённый на a. А s распишем как 2 πA, умноженный на l. Но так как нам в условии сказано, что нужно найти ёмкость на единицу их длины, то l берём равной единице и получаем ε0, пи, делённое на ln, b минус a, делённое на a. Это мы получили вследствие сокращения постоянных величин. Но по условию задачи нам дано, что b много больше a, вследствие чего получаем выражение для ёмкости, равное εp, делённое на ln, b, делённое на a. О, марш مع 6-7 пито-7 пито. Кое-клуб 컵.